О смыслах и о инвариантах. На самом деле будут не только узлы, но и зацепления. Давайте объясню, в чём отличие. Если внесли вот здесь вот звуки, то вы поймёте «Люфи». А представьте себе, что картина не такая. Представьте себе, что у вас есть две зацепленные окружности. Это, конечно, не узлы, это две окружности. Но, тем не менее, расцепить их нельзя. Это называется зацепление. А когда одна компонент, то, соответственно, называется гуси. И ещё не называется гуси. Конечно, надо дать более точное определение. Можно было бы говорить примерно так. Гладкая кривая, которая себя не пересекает, и конец, у которого совпадает с её началом. Так говорить можно, но довольно трудная эта штука. Потому что вам сразу придётся говорить, что такое гладкая кривая. И вы сразу получаете проблемы математического анализа первого-второго курса. Вам нужно будет доказывать разные теоремы обладки кривых. Для того, чтобы этих трудностей, абсолютно искусственных в этой задаче, вот здесь и вовсе лишние обладности, обойти, лучше сказать так. Узел – это ломаная. Рисовать я всё равно вот такие кривые, но представлять себе нужно следующее, что просто очень много маленьких отрезочков. И тогда у вас не будет, да, они могут удлиняться, могут укорачиваться. Тогда у вас не будет проблем с изучением математической науки о гладких функциях. Итак, будем считать, что узел – это замкнутая, то есть сначала совпадает с концом, не самопересекающаяся. То есть не может быть так, что вот в этой точке они правда пересекаются. Для зацепления, и вот здесь вот они не пересекаются, на разных уровнях проходят. Итак, замкнутая, не самопересекающаяся – ломаная. Ну, как ломаная – это некий пространственный объект, но очень важно понятие, что такое одинаковое узло. На более точной теме – изотопия. Изотопия – ну, вот что такое. Вы можете деформировать ломану так, чтобы она все время была не самопересекающейся, и чтобы деформация была неприятной. Вот это, собственно, и есть вот это что-то. Давайте подумаем, как это может происходить. Ну, на самом вот как. Если у вас есть два отрезка, то вы можете взять вот эту точку и перемещать ее в пространстве. При одном единственном условии. что если вы ее переместили, то вот этот вот четырехугольник, который здесь возникает, или в пространстве два трехугольника, если это на самом деле не правильно, не должен, что называется, задевать другую часть. То есть при такого типа движениях не должно происходить пересечения с другими частями этого узла. Так, давайте посмотрим. Это, конечно, идея понятная. Идея абсолютно понятная. Но давайте посмотрим, нельзя ли это движение представить в виде еще более простых. Ну, на самом деле, это движение не такое уж сложное. Но давайте сделать так. Когда у нас есть какой-нибудь отрезок, представьте себе, что мы берем на нем точку и точку поедем туда. Соответственно, раньше был отрезок АВ, на нем располагалась третья точка С, А теперь возник, не отрезок, а путь, возникла ломаная АС-штрих В. Итак, АВ реобразовалась в АС-штрих В. Я утверждаю, что такое вот движение можно получить в результате некоторого количества таких. Александр Васильевич, важно, что из АС-штрих В можно получить АВ. Можно вернуть С-штрих В обе стороны. Конечно. Ну, давайте подумаем, как это сделать. Наверное, самый простой способ такой. Представьте себе вот это вот С-штрих, это С-два штриха, это А, это В. Ну, взять точку С-штрих вернуть на отрезок, а потом отсюда, отсюда. Это просто, это просто, это понятно. Правда, у вас возникает интересный вопрос. А вдруг здесь как раз проходит какой-нибудь кусок, и, соответственно, это не получится. Можно АС-штрих переместить в путь АС-штриха 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 АС-штр C2-A, C-B. Отлично, сделай. Дальше. C2-A, C-B, моно превратись в C2-B. Преворачивая точка, прошла сюда и в точке. Точке отлично. В общем, корректно. Ребята, на самом деле, ничего особо не хит-хом, в том, что я сейчас сказал, нет, потому что это просто попытки более-менее тематически объяснить то, что любой из вас и так прекрасно понимает. Что есть веревочка, и мы ее двигаем. Посмотрите на эти картинки. Ведь на самом деле здесь, хотя они нарисованы веревочки, но они нарисованы именно на доске. То есть я не показываю вам настоящие пространства, это провода, какие-то, это веревки, а я рисую это на доске. Замечательно. Что я на доске, это реально рисую. Я рисую, где она проходит выше и где ниже. В каждой пересечении. Да? Да. Замечательно. Смотрите. А вот почему-то у меня в каждой точке пересекаются две, ну или вообще ничего не пересекаются, или пересекаются две. Почему-то у меня нет такого, что вот шло, а потом через эту же точку еще раз. А по очень простой причине. Если при взгляде на узел произошло вот такое вот скрещение, то, на самом деле, чуть-чуть, чуть-чуть, вы получите, что этого пересечения уже не будет. Понимаете? Чуть-чуть скосили взгляды, совсем чуть-чуть. Вы получаете, что одна из этих веревок, потому что они на самом деле пересекались, они в пространстве, которые в разных местах, конечно, может так и повести, что под определенным углом там много пройдет линии через одну точку. Замечательно. А чуть-чуть сдвинув, это, конечно, тоже строго доказывает, то понятно, что у них есть доказательства. При разумном взгляде, при почти любом взгляде на картинку, у вас таких вот сложных пересечений не будет. Кстати, это не значит, что их не надо исследовать. В теории узлов есть некий раздел, где такого типа пересечения как раз используются и смотрят, что происходит в этих кратных пересечениях, но сегодня мне это абсолютно не понравится. Сегодня я рисую только такие. И давайте все-таки вернемся к слову методопика. Что же происходит при непрерывном и кредитцевой затопе? Ну, смотрите, я беру какую-то веревку, здесь вот одну из них потащу. Вроде ничего с этого вообще не происходит. Какие по-настоящему возможны изменения картинки? Оказывается, всего есть три типа этих типов. Один тип такой. Уничтожение. Представьте себе, что у вас шла какая-то веревка, и она это формируется. Пространство просто так вот поворачивается. Тогда на картинке через некоторое время петельки уже близятся. Ну, разумеется, петля могла выглядеть и не так, а вот так. И то же самое, да? Надо понимать, что это все с точки зрения зла – это одно и то же. Просто чуть-чуть повернули веревку. Здесь вот она шла, как-то и преврается на пуст и дал петельку. Чуть-чуть ее поверните, и будет просто обычное время. Так вот, ребята, это называется первое преобразование аиде-мистира. Часто в книжках обозначают его одни как один, или, повторяю, первое преобразование аиде-мистира. Их всего три, и они очень простые, так что совершенно не страшно. Второе преобразование аиде-мистира тоже выглядит очень просто. Представьте себе, что у вас были две линии, одна из которых шла от второй. Тогда можно чуть-чуть вот сюда вот ее подергать, и на самом деле получится, что это просто две отдельные лучшие линии. Вы опять-таки можете заменять, ну и, естественно, можете, хотите, вот эту сверху подергнуть. Не обязательно она снизу, вот она сверху. Вот, замечательно. Второе преобразование аиде-мистира. А вот третье действительно интересно. А можно посмотреть? Вот это вот самое низкое, это чуть-чуть повыше, а вот это самое низкое. Так вот, можно взять и передвинуть вот эту вот третью над, потому что она высоко над ними, и поэтому абсолютно ничто и не мешает. И вот третье преобразование аиде-мистира заключается в том, что вы ничего не делаете с первой или второй, но третью вы рисуете в кусте. Она прошла над. То есть она здесь была над, и там она по-прежнему над обея. Перепрыгнула через вот этот куст. Заметьте, она не могла это сделать без того, чтобы не возникла точка, через которую проходят три линии. Но, можно считать так, что здесь она была, и потом здесь она была. Не обязательно рисовать этот момент. Вот это третье преобразование аиде-мистира. Этический импункт доказан, так сказать, теорема. Но, что называется, это строгая теорема. Она написана с доказательством в книжке Расово-Сосинского, посвященной теории узлов. Поэтому, кому интересно, там посмотрите. Оказывается, можно строго доказать, что УВА-усла эквивалентны тогда и только тогда, когда диаграмма одного из них может быть преобразована в диаграмму другого при помощи преобразований перед эмистерами первого, второго. Очень важно понимать, что этих преобразований может потребоваться много. То есть, даже когда узлы с не очень большим количеством пересечений, может так случиться, что вам сначала потребуется как бы запутать узел, а только после этого он распутывается. Идея здесь такая, представьте себе, что у вас, что называется, все хорошо, но все хорошо становится только после того, как веревка пройдет над вот этим клубком. И после этого все начнет распутываться. Понятно, да? Замечательно. Замечательно. Но тогда вам эту веревку придется тащить. А пока вы тащите ее на клубком, придется делать много-много-много этих преобразований. То есть, нельзя считать, что все время, во время преобразований, картинка будет только ухращаться. Бывают ситуации, когда два улайна валентные, но для того, чтобы это увидеть при помощи этих преобразований, вы должны сначала запутать картину, и потом она уже распутывается.